Всем привет, ребята! Меня зовут Хомяк Персик. В этом видео я расскажу вам про топ-5 действий, от которых хомяки сильно нервничают. Пятое место. Когда вы редко насыпаете еду и меняете воду. Даже если хомяки очень запасливые животные, нужно не забывать каждые 3 дня насыпать им корм. Когда в щучках заканчивается еда, они нервничают. А если вообще не давать питомцу никакой еды, то он может погибнуть от голода. По поводу воды. Вода может загрязниться за 2 дня. И когда питомец будет пить несвежую воду, в ней будет много бактерий. И хомяк сможет заболеть. Если не наливать воду, животное погибнет от жажды. Четвертое место. Падение со стола или дивана. Хомяки – животные из степи. В дикой природе они живут на равнинах, где нет высоких холмов. Поэтому хомяки не ощущают высоты и могут легко упасть. Чтобы ваш хомячок не упал, нужно придерживать его рукой, когда он достигнул края дивана или стола. А то он может упасть. Если у вас сирийский хомяк, то падение может быть для него немного неприятным. А если у вас джунгарский хомяк, то у него может случиться перелом лапки или спины. А хомяков очень трудно лечить. Просто сирийские хомяки, они чуть больше джунгарских. Третье место. Будить хомяка, когда он спит. Хомяки являются грызунами. Почти все грызуны ведут ночной образ жизни. То есть спят днем и бодрствуют ночью. Если разбудить хомяка днем, то ему будет не очень приятно. Это равносильно тому, что вас подняли в 3 часа ночи и заставляют играть. Второе место. Собаки и кошки. В дипе природе кошки и собаки охотятся на хомяков. Когда грызун видит кошку, он сразу же убегает, потому что кошка может на него напасть. Собаки же могут просто очень сильно напугать хомячка. Лучше не держать кошек вместе с хомяками. Первое место. Громкие звуки. Хомяки очень не любят громкие звуки. Для них шорох или падение какого-либо предмета является звуком приближающейся опасности. Хомяки не любят звуки фена, пылесоса, криков, громкого телевизора. Если вы хотите посушить голову феном, лучше делать это не в одной комнате с хомяком. То же самое и с пылесосом. Маленьких детей, которые любят кричать, лучше не подпускать хомякам. А на этом моменте видео заканчивается. Надеюсь вам было интересно послушать. Если возникли вопросы, пишите в комментариях. Всем пока!